Вилка заводского изготовления Вилка 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 Она на самом деле для того, чтобы вот выскребать условно, простите меня за такие физиологические подробности, легкие, да, у птички. То есть в нее должен поместиться, господи, позвоночник, да. Он в нее вот у крупных перепелов тоже не помещается и легкие не очень хорошо выскребаются. Ширина вот этой вот, я говорил, нет, не помню, прорези 4 миллиметра. Мы ее сделаем миллиметров 7. Вот я ее условно шурупом нацарапал, да, на ложке, нацарапал. И сейчас мы ее просто с помощью обычной болгарки, болгарка любая подойдет, небольшая, мы ее сейчас прорежем. Не забывайте о технике безопасности. Видите, я надел защитные очки, надел перчатки и будем резать. Вот мы прорезали прорезь, да, сняли заусенцы. Круг у нас тоненький, может вот 1,2 миллиметра, можете взять там 2 или 3 миллиметра, чтобы вот тут у меня, как это сказать, поперечина, она не очень получилась ровной, да. Вот, поставьте себе стакан с водой рядом, потому что я вот заметил, что она склонна перегреться. И вот сейчас мы сравним, например, со штатной ложкой, да, что вот с этой, со заводской. Что мы увидим, что нам надо немножко, как бы вот здесь сделать вот скосы, да, для того, чтобы она не острая была, а немножко туповатая, чтобы хватало все, что там есть. Сейчас мы это сделаем и, собственно говоря, вот в этом размере ее и оставим пока, чтобы попробовать. Ну вот, в общем-то, за минуту, там, за две, да, получилась вот такая штука. Просто прорезь шириной там 7 миллиметров мы ее сделали и немножко, как бы вот сняли сверху, да. Все, собственно, ложка готова. Единственное, что может нам потребоваться, да, это немножко снять с двух сторон, там, по паре миллиметров, да, подшлифовать ее, условно говоря, для того, чтобы, если она окажется слишком большой. Сейчас, напомню, в ней 37 миллиметров. Мы переместились на кухню, прихватив с собой на всякий случай пару перепелок, вот, схватив их, первых попавшихся из клеток, без машинки вручную почистили, поэтому не очень, пожалуйста, обращайте внимание на качество. Это я ее тут с утра шмякнул, да, оторвал от нее перья. Практика показала, что вот этот размер 37 миллиметров, да, 37 миллиметров, да, по сравнению с той ложкой. Вот с нормальным перепелом, вот тут тушка у нас, сколько она, 240, по-моему, грамм, да, мы взвешивали. Вот, смотрите, я ее, конечно, уже выпотрошил, да, чтобы не разводить тут всю эту кровищу в кадре. Но смысл в чем? Вот мы засовываем ложку, отрезаем мы гузку у перепелов ножницами, да, ножницами отрезаем гузку. Не хотите отрезать гузку, если вы ярый любитель гузок, да, то она и так ложка залезет. Записываем ложку, дальше переворачиваем, прошкребаем по легким, да, и все вынимается. Вот еще там остатки печени вынулись, да, чтобы было кому-нибудь хоть что-нибудь видно. Вот, и все, собственно, готово, все нормально. Вот, это все мы убираем. Сейчас я ложку сполосну, чтобы она была чистой у нас в кадре. Итак, смотрите, то есть вот копеечный вариант, да, копеечная замена. Для примера, вот эта вот ложка, сейчас точно не помню, но вот которая вот, заводского изготовления, она стоит то и 1100, то и 1200 рублей, примерно в этих пределах. Ложку мы эту купили сколько? Рублей за 30, наверное, да? Да, поэтому, ну вот, прорезали и все, да? Кто, короче, видно ложку? Давай на белом фоне я вот так вот ее положу. Ну вот, в сравнении с этой. Она шире. У этой, безусловно, у заводской есть несколько преимуществ. У нее вот такая вот удобная ручка, хотя бы я ее, конечно, сделал подлиннее. Вот, недостаток главный, это ее ширина, да, по-хорошему ее надо чуть делать шире. Если у вас там 10-20 перепелов, то никаких проблем вы и этой ложкой все это сделаете. Если вам надо в день обработать там 200-500, конечно, вам нужна профессиональная. Вот, кто не хочет сам делать, ну, позвоните там, напишите, где удобно, да, вышлем вам эту ложку. Ну, сколько она будет стоить, не знаю, но на рублей за 300, пожалуй, отдам, да, Ив. Вот, такое вот простое видео, да. Надеюсь, всем все понятно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. С вами, как обычно, всегда ваши мои перепела. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...